Царство Божье Царство Божье Так было у пророка Исаиев, вспомните. Это тоже было кризисное время. Умер царь, который 52 года находился у власти. Это был гениальный политический лидер, инженер, полководец, милиоратор, ученый человек. Его царство было по времени длиннее, чем царство Соломона. Это было время успеха и благоденствия. И теперь он умер. И что дальше? Исаия стоит перед Богом и получает видение Бога, восседающего на престоле, высоком и превознесенном. Края рис, которого наполняет все место в храме, нам нужно видение могущества высокого, превознесенного Бога. И с этим видением мы пройдем по жизни через любые трудности и препятствия. Около сорока лет назад вышла книга французского мыслителя Жана Бодрияра. Он назвал ее «Общество потребления». И с тех пор мы очень часто слышим эту фразу. Эта фраза про нас. Это выражение характеризует то общество, в котором мы все живем. Общество, которое настроено на потребление. Общество, в котором смысл жизни его членов сводится к этому процессу. Потребление. Все мы знаем, что нашу рыночную экономику тоже во многом регулирует именно это явление. Если останавливается потребление, если люди меньше покупают товаров, услуг, вся экономика замедляется. Начинается процесс торможения. Этот маховик экономически начинает вращаться медленнее. Так создано наше общество. И что интересно, жизнь поймала нас вот на эту уловку, на эту внутреннюю потребность человека получать услуги, товары, получать удовольствие. В своей книге Бадрияр очень метко заметил. Мы не только живем в обществе потребления, мы потребляем само потребление. Оно становится действительно вот этим феноменом, который приносит в жизнь человека счастье. Кто из вас согласится со мной, если я сделаю следующее утверждение. В магазине приятно тратить деньги. И не так важно, что ты покупаешь. Но сам процесс приносит удовольствие, когда отсчитал, положил. И может не так вещь нужна, но сделал себе приятное. А кто ходит в магазины, в торговые центры, чтобы просто посмотреть? Ну как на экскурсию, полюбоваться. Вообще, центром общественной жизни становится большой супермаркет. Было время, когда центром общественной жизни были церкви, было христианство, была такая богоцентричная философия. И в подтверждение этого в наших городах общество строило в центральном месте, на самом высоком месте города, что? Храмы, церкви строило. Совершенно верно. Потом сменились эпохи, и в самых подходящих местах начали строить заводы, фабрики. Мы вошли в стадию индустриального общества. Наверное, это время тоже заканчивается, потому что сейчас все дороги ведут не в церковь, не на завод. Они ведут в Икею. Все с бесовцы знают, где находится Икея, потому что они едут в Екатеринбург и обязательно заезжают туда. В современном супермаркете люди не только покупают. Это мужчины заходят и знают, что им нужно взять. И они понимают, нужно как можно быстрее выйти, как можно быстрее выйти, чтобы жена по бутикам не пошла. Но большая часть людей приходит отдыхать. Поэтому там есть кафе, кинотеатры, зона развлечения. Супермаркет становится центром общественной жизни. Вообще в нашем обществе культивируется понятие счастья. Оно стало принудительным. Человек рожден для того, чтобы счастливым быть. Так подспудно думает современный европеец. Если человек несчастлив, если встав рано поутру и даже после третьей чашки кофе, человек не испытывает напряженной эйфории и начинает отчаянно радоваться жизни, стилизеры его обязательно убеждают в том, что с тобой что-то не так. Ты не испытываешь счастья. Ты не пребываешь в безумной экзальтации. Тебе срочно нужно помочь. Ведь если ты не счастливый, ты как бы не человек. Ты не дорос до этого звания. Тебе нужно помочь. Давай к фитнес-инструктору, к психотерапевту, не знаю, получи услуги, которые помогут тебе подняться на вершину этого эмоционального состояния. Общество ориентированное на получение счастья. И под этой этикеткой нам продают все, что угодно. Все мы знаем, что бы нам ни продавали, БАДы, продукты питания, уникальные одеяла, созданные по какой-нибудь эксклюзивной технологии, машины, нам продают не машины, не одеяло, не продукты питания, не витамины. Нам продают счастье. Потому что покупая вот именно эту подушку, наполненную хлопком, выращенную в экологически чистых районах экваториальной Африки, Именно эту подушку, намоленную там какими-нибудь особыми сторонниками редкостной религии, вы получите настоящий сон, ваш мозг отдохнет как никогда, вы будете счастливы. Нам продают счастье. Мы живем в обществе, где это состояние становится культом. Осознанно или нет, но к нему стремится практически каждый человек. При этом мы хотим получать это счастье, услуги. Мы хотим получать удовлетворение наших потребностей быстро и желательно без особой затрат со своей стороны. Вот здесь и сейчас дайте мне все, что мне нужно, так, чтобы я не платил, не трудился и желательно побыстрее, пока не наступило завтра. Помните, был такой метод изучения английского языка? Его называли методом Илоны Давыдовой. Я глубоко им не интересовался, но у некоторых людей бытовало мнение, что он очень удобен. Почему? Одеваешь наушники, вставляешь кассету, слушаешь поток английской речи. Я общался с людьми, которые считали, что это можно во сне делать. То есть вот в чем удобство метода. Чем бы ты ни занимался, путешествуешь на автомобиле, находишься дома, моешь посуду или даже во сне, наушники одел, вот переспал с Илоной Давыдовой. Наутро встаешь со знанием английского и пугаешь членов семьи. Незнакомая речи? Give me coffee, please. Как удобно. Одел, переспал ночь, встал и уже знаешь английский язык. Не часто бывает в аптеках, но одно время, посещая аптеки, я заметил такие пестрые названия препаратов, предназначенных для похудения. Спи и худей. И в принципе рационально мыслящие люди понимают, что это невозможно. Ну вот такой эффект, как обещают, вряд ли наступит в результате употребления этих препаратов. Спи и худей. Хотя мысль интересная. Как было бы удобно, не правда ли? Таблеточку, встал утром, проснулся, подошел в зеркало и не узнал сам себя. Такой очень худой стал. Другое название. Турбослим. Слышали, да, в рекламе? Послушайте, мы ведь все знакомы с технической терминологией. Это с какой же скоростью лишние вещества должны покидать организм, чтобы оправдать такое название? Турбо. И умом-то мы понимаем задним, что невозможно это, но все равно платим, покупаем и надеемся. Потому что хотим здесь и сейчас. Быстро и без усилий. Желательно, чтобы во сне. Вот пока я в прострации нахожусь, сделайте со мной все необходимое. Я проснусь с другим человеком. Мечта. Общество потребления. А новая вот мода появилась. Сейчас молодежь, они все айтишники. Все понимают в интернете. Там криптовалюты создают. И тому подобное. И некоторые устанавливают боты. Это такие программы, которые устанавливаешь на компьютер. И программа сама совершает торговые операции на рынке акций. То есть торгует, нарабатывает. И к концу месяца дает какой-то положительный баланс. То есть фишка в чем? Установил, запустил. И ты можешь забыть об этом. Занимаешься чем угодно. На канарах отдыхаешь. В обычной жизни живешь. И в конце месяца раз у тебя дополнительный доход. Как хорошо. Вот оно. Будущее. Оно близко. Оно наступает. Ничего делать не надо. Деньги сами сыпятся в корзины. В электронные. А, кстати, в религиозной сфере есть люди, которые почти с настоящими корзинами на собрания приходят. Потому что у них там золото сыпется, алмазы какие-то сыпятся. Это в результате чудодейственного явления. Но смысл тот же самый. Мы хотим получать пользу, результат, благословение быстро. И без особых затрат со своей стороны. Давайте мы откроем один текст из Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея. Шестая глава. С девятнадцатого по двадцать первой стихи. Матфея. Шестая глава. С девятнадцатого стиха. Иисус Христос сказал. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваше, там будет и сердце ваше. Во-первых, Спаситель рассуждает здесь не о земных сокровищах. Он меняет ориентиры верующих людей. Он указывает на необходимость собирать сокровища другого рода. Не о земном, не о материальном, не о тех ценностях, которые измеряются в денежном эквиваленте. Не о них идет речь. Но о тех сокровищах, которые будут оценены небом, которые будут иметь значение на небе, которые в небо устремлены. Иисус устанавливает связь между состоянием человеческого сердца и тем, что человек ценит. Где сокровища ваше, там будет и сердце ваше. Уважаемая церковь, существует взаимосвязь между тем, что я считаю важным, что для меня является ценностью, между тем, что в моем личном мировоззрении является сокровищем, и между моим внутренним миром, между моим сердцем. Есть эта взаимосвязь. Скажу по-другому. Человеческие ценности можно измерить не только экономической линейкой, но существует еще и психологическая шкала, которой мы измеряем ценности. Потому что само понятие ценности – это очень субъективное понятие. То, что ценит один, не обязательно ценит другой. Так ведь? И даже то, что я оценил на определенном этапе своей жизни, я не обязательно ценю сейчас. Это вовсе не означает, что я буду придерживаться этих же ценностей в будущем. Продемонстрирую. Было время, когда отец мне разрешал садиться за руль автомобиля. Это был Москвич 408. Старенькая машинка. Но оказавшись на водительском сиденье этого чуда российского автопрома, я ощущал себя на седьмом небе. Она не отличалась скоростными характеристиками. Довольно маломощный двигатель. Минимум удобств в салоне. Но когда я управлял этим маленьким трактором, я был вне себя от счастья. Прошло время. Появились другие автомобили. И когда я впервые сел за руль девятки. Российской девятки. Это переднеприводный автомобиль. Первый. Созданный вообще в России из переднеприводных автомобилей. Девятка. Это такая молодежная была машина. Мне казалось, в Москве 408. Это божество. Это такой атовизм. Вот настоящая машина. Вот она. Потом появлялись другие машины. И однажды у нас появилась иномарка. Это была Мазда, протеже. Она до сих пор живет в нашей семье. Мы купили ее для того, чтобы перепродать и улучшить свои жилищные условия. Ну такое было время. Вот конец 90-х. Но когда я поездил на ней, так не захотелось продавать. Так не захотелось пересаживаться на девятку. Почему-то девятка перестала делать меня счастливым. Почему? Странно. Раньше оценил ее. Мне было хорошо в этой машинке. А сейчас все поменялось. Картина мира поменялась. Не устраивает. Надюша настаивала на том, чтобы все-таки продать. Я эту проблему решил очень просто. Я говорю, давай покатаемся на Мазде просто. Просто покатаемся. А потом на девятке покатаемся сразу. Продали девятку. То, что мы ценим, это связано с внутренним миром, с настройками личности. С переживаниями, которые меняются в течение жизни. Поэтому ценности человека, они всегда являются субъективными. Всегда. И еще. Почему-то человек не может быть счастливым, когда он употребляет продукты, товары, вещи, явления, услуги, неважно что. Но он употребляет то, что не является для него ценным. Человек не может испытывать удовольствие, соприкасаясь с малозначительными вещами или с тем, что он считает дешевым. Дешевое не делает счастливым. Дешевое не делает счастливым. Я сейчас не о товарах и даже не о машинах говорю. Это такой супер принцип. Дешевое не делает счастливым. Счастливым делая то, что для нас ценно. У кого в телефоне есть фотографии? Ну, наша жизнь без них немыслима, не правда ли? Вот эти тысячи фотографий. Если я телефон даю своей дочери, потом у меня возникает проблема. То есть она нафоткала, там сразу сотни появляются. Это же знаете? Так, так, так. То есть со всех сторон. Губы сюда, губы сюда. Селфи. А мне потом нужно эти сотни удалять. Все поштучно. И вроде бы это просто. То есть пальцем ткнул, еще раз ткнул и удалил фотографию. Но это надо сотни раз, сотни раз. Уходит времени так много. Надоедает удалять эти фотографии. А молодежь, она же не мыслит в жизни без айфона. Она уже не с компьютерной мышкой в руке рождается. Она с айфоном сразу появляется на свет. С телефоном. Это как в той истории. Ребенок сидит у окошка. И с той стороны села бабочка. Ребенок посмотрел и сделал такой жест. Увеличить пытается. Не срабатывает, странно. Ваши дети еще умеют листать книги? Живые, настоящие, бумажные. Тогда вы уникальные люди. Мы как-то уехали с нашей молодежью в Швецию с миссионерской целью. То есть хотели проповедовать. Большинство из них знали английский язык. Некоторые не знали. И мы занимались тем, что ходили по городам шведским. Раздавали буклеты, литературу, христианские журналы. И я шел за молодежью следом. Раздал им эти пачечки. Ушли. Городок маленький. Иду за ними, чтобы проверить, где они и как они. Не могу найти свою молодежь. Дошел до центральной площади. Их там нет. Походил по основным улицам. Нет молодежи. Испарилась. Но смотрю, стоят в кустах. Все. Кучкой. Меня это заинтересовало. Что ж такое? Оказывается. Где-то во дворе кафешки они поймали бесплатный вай-фай. Евангелизация остановилась. В следующий раз я вынужден был собирать с фото и телефоны уже в ящик. И отправлять их без телефонов. Чего не сделаешь ради Царства Божьего. Так вот, вернемся к фотографиям. А помните, было время, когда у фотографа была пленка только на 36 кадров. Причем это максимум. 36. Иногда нужно был месяц, чтобы эту пленку потратить. Потому что каждый шелчок фотоаппарата был на вес золота. И не доведи Господь, чтобы кто-то скривил глаза или рожки кому-то подстроил. Уже в выставленной экспозиции. Потому что это же испорченный кадр. Но пленку отфоткать, это еще не все. Кто знает, что происходило дальше? Ее проявляешь. Там такой бачок был специальный. Но доставать пленку из фотоаппарата. Кстати, у меня есть старинный фотоаппарат. И вот, я хотел привезти с собой фотоувеличитель, но не нашел его. То есть, тут открывается задняя крышка и достается фото пленка. Но сделать это можно только в темноте. Потому что иначе она будет засвечена. Поэтому фотограф одевал специально затемленные рукава или находил темное помещение, доставал эту пленку и потом вставлял ее в специальный бачок, где она как бы по принципу ракушки, по спирали должна быть вставлена. Это тоже непросто, искусство требовалось. И в этом бачке потом проявлял, промывал, фиксировал, доставал пленку. И семья могла уже посмотреть, что получилось так приблизительно. Собирались, я не знаю, как у вас, у меня собиралась вся семья. И смотрели, вот это я. Узнавали себя в этих мелких кадриках. Но это еще не конец. Наступало настоящее таинство. В моем классе в школе у меня единственного был фотоувеличитель. Поэтому друзья меня уважали. Они стояли в очереди и соревновались за право поучаствовать в этом удивительном действии. Собирались у меня по вечерам, завешивали одеялом окно, создавали полную темноту и включался красный фонарь. Когда включался красный фонарь, начиналось мое время. Как настоящий гуру я совершал эти манипуляции. Опять проявитель, закрепитель, настроить, протереть линзы, все правильно, выстроить все настройки, чтобы резко, чтобы все как положено. Это требовало целого вечера. А потом ты их сушил, развешивал. В итоге, друзья, как минимум несколько дней нужно было потратить, денег немножко нужно было потратить, чтобы от фотографии, от экспозиции дойти до конечной продукции. Но эти фотографии, которым по 30 лет, я храню до сих пор. Мы смотрим на них, умиляемся, удивляемся. Я помню, как я их делал, где я их делал. Что-то внутри меня, в душе моей, в сердце моем с ними связано. Сейчас в моем телефоне тысячи фотографий. И с большинством из них у меня ничего не связано. Ноль реакций. Я полностью к ним холоден, безразличен. И удалю, не сомневаясь. Не сомневаясь. Но ни одной бумажной фотографии, сделанной на фотобумаге, вот на такой, ни одной я никогда не выкину. Они для меня ценнее. Они для меня важнее. Почему, скажите мне? Потому что я потратил больше усилий, больше времени, больше энергии. Я потратил часть самого себя. Я употреблял свой внутренний мир, свою жизнь, чтобы их произвести, чтобы создать это. И они стали для меня ценными и значимыми. Ну, кто-то же продавал из нас недвижимость. Не правда ли? Квартиры продавали. Посторонний человек входит и смотрит. Да, ремонтик такой. Устаревший уже, а-ля 90-е. Ну, обстановочка не самая лучшая. Вид из окна, конечно, не тот, не тот. Там трубы какие-то. Кочегарка, да. То есть, ну, так себе, среднюю цену дадим. А хозяин квартиры слушает, и у него конвульсии уже сердечный мускулов. Знаете почему? Да он всю жизнь в этой квартире прожил. Для кого-то это а-ля 90-й ремонт. А он помнит, как после свадьбы одел такую шапку из газеты на голову. Взял примитивный инструмент, эти обои клеил. Он помнит, как на трамвае за ними ездил в строительный магазин. В очереди стоял, потому что дефицит был страшный. Он все это помнит. Он помнит, как первого ребенка принес в эту квартиру. Как положил на этой кроватке. Как на этом диване они сидели и коротали зимние холодные вечера со своей любимой женой. Для него эта квартира, она впитала часть его жизни. Вот она источает эти флюиды. Это часть его самого. Его внутренний мир с ней связан. И да, по рыночной цене она стоит полтора миллиона. Может быть. Но для этого человека она стоит во много крат больше. Есть еще и психологическая шкала ценностей. Вот о чем я хочу сказать, дорогие друзья. Так вот, теперь о главном. Иисус говорит, собирайте сокровища, которые на небе, потому что там, где ваше истинное сокровище, там будет и сердце ваше. Понимаете, какая штука? Существуют истинные ценности, которые таковыми называет Бог. То есть есть явления, моральные понятия, которые Бог считает важными. Бог говорит, поклоняться мне, это важно. Духовное развитие человека, это важно. Верить в истину, верить в абсолюты, это важно. Правильно выстраивать отношения с близкими в семье, это важно. Любить жену, быть верным жене, защищать жену, быть готовым с жизнью расстаться ради нее, быть готовым пожертвовать собой, как Иисус Христос сделал это ради церкви. Это важно. Детей воспитывать, не раздражать, молиться о них, любить их днем и ночью, говорить им о Божьем Слове. Это важно. В обществе распространять вот эти христианские ценности, эти моральные истины, это важно. Есть шкала христианских ценностей. Есть ценности мирские, общечеловеческие, обычные человеческие ценности. Так вот, не всегда обычные человеческие ценности совпадают с христианскими ценностями. И нередко мирские ценности противоречат христианским. Довольно часто то, что Бог ценит, является для мира глупым, непонятным, противоречивым, неестественным. И напротив, то, что в этом мире важно, то, что в этом мире ценится, то, ради чего люди живут, ради чего люди, угрызая друг друга, по головам идут. В христианстве это ничто, это пустота, это пыль, это ценности с отрицательным знаком. У христианина, дорогие друзья, должны смениться ценности. Верующий человек должен поменять свою систему ценностей. Так случилось с Моисеем. Написано в послании к евреям, когда Моисей пришел в возраст, он отказался называться сыном дочери фараоновой. И он припочел страдать с народом Божьим. И поношение Христова выбрал. Вот так рухнула старая картина мира. Вот так Моисей отказался от былых ценностей и выбрал новую эстезю. Я думал над этим, это вообще меня удивляет. Что на что променял Моисей? Вот каких евреев он выбрал? И вообще, они его за это отблагодарили, евреи? Да нет. Он за одного заступился, ему сразу сказали, ты убийца, ты такой непонятный, левый, ты не наш какой-то. И потом он по пустыне шел, они же его уедали постоянно. То им власть его не нравилась, свергнуть хотели, то им воды не хватает, то им перепелов подавай. Им все не нравилось по жизни. Уже до земли обетованной дошли, и уже вот на горизонте один шаг сделать, и ордан форсировать, и вы дома, ребята. Там молоко и мед, там все, что хотите. И тут они говорят, поворачивай назад свои оглобли, потому что и тут нам все не нравится. Постоянно им что-то не нравилось, они никогда не могли ублажить своего духовного лидера, Моисея. А почему? А потому что евреи, которых он выбрал, это же не те евреи, какими они были, когда входили в Египет. Это не евреи времен Иосифа, это вырождающаяся нация, воспринявшая психологию жертвы, утратившая свою религиозную национальную идентичность. Они уже восприняли культы языческие, тельцу поклонялись, язык свой почти утратили. Это вообще не те евреи. Между евреями Иосифа и Моисея 400 лет. Это как от нас до Ивана Грозного. И тем не менее, Моисей выбрал их. Почему? Потому что он увидел, что для Бога это важно, это ценно. Его ценности поменялись радикально. С одной стороны, он имел все, славу, деньги, богатство, Египет, женщины, войска, все, чего мог пожелать, все это потенциально было ему доступно. А с другой стороны, рабы, обескультуренные, общество самого низшего уровня, плебс. Но в этом он увидел ту ценность, которую Господь посчитал важной. Он смотрел туда, куда смотрит Бог. И он работал с теми, которые никогда не смогли отблагодарить его и воздать ему. Он делал это ради Иисуса Христа. У верующих людей должны смениться ценности. Только вот в чем штука. Чаще всего мы это понимаем. Мы соглашаемся с правильными библейскими ценностями. Но мы же все читаем Евангелие, да? Нагорную проповедь все читаем. Блаженный кто? Нищие духом, жаждущие, гонимые. Мы все это читаем Нагорной проповеди. Мы читаем о том, как нужно раздать имение и пойти по миру. Так Иисус Христос предлагал сделать некоторым людям. Мы это читаем. Мы читаем о верности. Мы читаем о жертве, о каком-то посвящении невероятном. Вот евангельские ценности в чем. Чтобы пренебречь всем ради Христа. Как Павел писал, за ссор почитаю. Все ради превосходства познания Божьего Сына. Мы это умом понимаем, и мы даже готовы это подтвердить и декларативно. Мы этих ценностей придерживаемся. То есть, мы этих христианских ценностей придерживаемся на словах. На словах. Даже если эти слова молитвенные. Мы говорим, Господи, да, верность, это важно, и мы хотим быть верными. Да, духовно это важно, и мы хотим быть богатыми духовным. Боже, развивай, поднимай, благословляй нас духовно. Мы много об этом поем. Мы много об этом говорим. Мы много об этом заявляем. Мы вербально выражаем эти ценности. Мы декларируем их. У нас много лозунгов христианских. Мы окружили себя словами. Но, у меня создается впечатление, что вовсе не слов Бог ожидает от своего народа. Не только слов. Чего-то большего ожидает. Может быть, не столько деклараций Бог ожидает, другого ожидает. Согласиться с этими ценностями мало. Просто принять их на веру. Понимаете? Смириться с такой волей Божьей мало. Этого недостаточно. Нужно что-то большее. Что нужно тогда? Чего ожидает от нас Господь? Он ожидает, чтобы эти ценности мы сделали своими по психологической шкале. Чтобы божественные ценности субъективного характера стали объективными для нас. Интересное слово использовал Иисус. Собирайте сокровища. Вот сколько времени требуется, чтобы собрать сокровища? Сколько? Ну, когда мы собираем земные сокровища, как это происходит? Сколько времени мы работаем, чтобы обеспечить благосостояние для своей семьи? Сколько времени нужно народу, нации, этносу, государству, чтобы собрать сокровища? Как? Ну, вот рядом город Березовский. Там золото нашли. Давно. Первое месторождение рудного золота в России. Это было лет 300 назад. Собрали они все сокровища оттуда? Из Березовского. Нет, там еще много закопано. Еще шахтеры работают. Так вот, сбор, например, ну, золото этого, это же целая индустрия, да? То есть геолого-разведчики находят, шурфы делают, пробы берут, потом что? Фабрику строят, шахты долбят, достают рабочие, инженеры, специалисты, ученые, исследователи. Экспертизы совершают с этим золотом. Потом перерабатывают, плавят, и на этом не все. Есть государственные чиновники, которые регулируют рынок драгоценных металлов. Потом есть торговля, сеть, где это все реализуется, продается или складывается в закрома Родины и охраняется специальными секьюрити. Скажите, а просто подобраться вот к этому рудному золоту в Березовском? Как? Вообще? Посмотреть можно сходить на экскурсию? Ну, сложно, потому что охраняется все. Секьюрити работают, службы безопасности целые. Это целый сектор экономики. Все, что связано с земными сокровищами, это дорого, трудно, сложно, наукоемко. Человек применяет интеллект свой, чтобы собрать сокровища земные. На это действительно уходит жизнь не только человека, целого общества. А как с духовными сокровищами? А как? А понимаете, в чем дело? Мы хотим вот по этой схеме общества и потребления, чтобы нам вынь да положь. Особенно вот мы, протестанты, мы к этому привыкли, потому что Господь нам даром дал спасение. Понимаете? Вот это нас испортило. Господь нам даром дал спасение. Ну, он-то за него заплатил, да, он-то на Голгофе, он-то пролил кровь, он-то вообще погиб ради моего спасения. Но пока это через меня не прошло, я вот не ощущаю ценности его дара, его жертвы в полной мере. Это как-то за кадром, это по умолчанию, это мы умозрительно воспринимаем, да. Это не всегда пробивает нас глубоко, сквозь сердце. Этот нож не проходит сквозь душу, как он прошел Марии, например, Матери Иисуса. И мы получили даром спасение и почему-то решили, что все остальное точно так же. Господи, все Твои Дух Святой, откровения из Божьего Слова, мистические переживания, хорошо бы, Господи, так же, как спасение, чтобы вынь да положь. Пришел воскресенье, открыл глаза в зале и просто преобразился весь мир пред Тобой. И ты, как Франциск Кассийский, сразу постиг все тайны, как апостол Павел до седьмого неба улетел. Или он до третьего летал только. Вот мы так настроены, да потому что еще в обществе таком живем. Но я думаю, Господь от нас ожидает вот чего. Это самая важная мысль этой проповеди. Внимание. Свои духовные ценности касаются ли они семьи, церкви. Процессы богопознания в жизни нужно деятельно подтвердить. Собрать эти сокровища, это означает потратить на них жизнь. Это означает в конкретном действии, в акте, в поступках, в образе жизни подтвердить, чтобы декларативные ценности Христа совпали с моими настоящими ценностями. И вот тогда в этой точке исхождения того, что мы заявляем и как мы живем в этой точке соединения этих двух христианина и постигнет настоящее счастье и благословение. И тогда он придет с этими ценностями и сокровищами в небо и получит благословение от Бога. Вы понимаете о чем я? Ну вот смотрите, ветхозаветная религия, храмовые богослужения, институции священников, это все зачем? Зачем это все надо? Такие сложности. А? Ну в конечном итоге пришел Иисус Христос и все это упразднил. О чем ясно написано в послании к евреям. Все, храм, священников, жертвенники, жертвы, все это оказалось не нужно. Это все не настоящее. Потому что настоящее только жертва Христа. Храм, в котором человек встречается с Богом, это сам Иисус Христос. Он сам первосвященник и ходатай Нового Завета. Вот что нужно для спасения Иисус. Тогда зачем целый исторический период, целая эпоха ветхозаветного служения вот со всеми атрибутами иудейской религии. Для чего? Есть какое-то практическое значение у этого? Ведь там было все серьезно. Очень серьезно. Религиозные законы регулировали каждое действие священников. Как ходить, где стоять, как молиться, как жертвы приносить, какие, по какому поводу. Детально. А для чего? А давайте вспомним, что было в центре иудейской религии. Что было ее сердцем? Что? Версии? Ну что находилось в центре? Ковчег. А в ковчеге? Да, заповеди лежали в ковчеге. В том месте, где находилось Божье присутствие, которое было особо святое, охраняемое, во святом святых был этот ковчег Божий. В ковчеге Божьем лежали заповеди. То есть, по сути, все это ради Слова Божьего. Ради откровения, ради закона. Бог хотел дать людям свое слово. Он желал передать людям знание. Слово, которое людей благословит, изменит, спасет, которое поможет им дойти до неба. Бог решил дать людям свое слово. Но вот это само действие, оно несложное. Бог по-разному может говорить. Ну, на камне писал. Видение, пророческое слово, тексты вдохновенные. Все это способы передачи Божьего слова к людям. Но почему-то в случае с иудеями Бог создал множество барьеров между своим словом и обычным человеком. Прежде чем приступить к Божьему слову, иудей должен был, помните, в жертву взять, прийти во двор. Во двор его еще пускали. Принести жертву сам он не мог. Он отдавал священникам, священникам платил за это, частью этой жертвы. Священники совершали все манипуляции, лили кровь, очищались предварительно по жребию, когда им полагалось, заходили в храм, совершали служение. Человек мог наблюдать за этим во дворе. Но когда священник входил во святилище, туда заглядывать простолюдин не имел права. Все, это недоступно для него. Это барьер. Только священник выходил во святилище, там другая атмосфера, семисвечный светильник, уже все золотое, уже пурпур. Вот красиво. А было еще одно тайное помещение, святое святых, это новый барьер, потому что даже священник не мог входить туда только первосвященник и раз в год. Так вот, когда простой иудей воспринимал вот всю эту картину религиозную, у него возникала мысль, если это так ответственно, так сложно, если меня ограждают, отделяют от того, что находится в середине, наверное, там находится что-то очень важное, что-то очень ценное, что-то очень дорогое, перед чем нужно благоговеть, преклоняться, что нужно ценить. И иудеи такие научились ценить Божье Слово. Религиозная система Израиля была настроена на повышение ценности божественных откровений. И в конечном итоге они научились ценить, и ко времени Христа мы видим религиозный мир, который зациклен на Слове, который ценит Слово и даже где-то перегибает палку, потому что ценит не в ту сторону. С таким уклоном в законничество. Понимаете? А если бы Бог просто дал, просто дал. Ребята, вот всем вам, вот вам всем текст на бумаге, держите, вот вам в телефоны всем текст, ну как у нас с вами, да? Я думаю, что идеи иудеи, они бы по-другому обошлись с этим текстом. По-другому. Но множество барьеров на пути религиозного развития еврея должны были повысить психологическую ценность Божьего дара. Я обнаружил, что этот принцип, он работает и в жизни современных христиан. Есть масса людей, которые имеют определенные ценности, живут ради них. Ну, возьмите, не знаю, рыбака заятлого. Рыбака. Все знают, что купить рыбу в магазине намного дешевле, чем снарядить себя для настоящей рыбалки и уехать половить. Потому что когда купишь сапоги, гидрокостюм, лодку, мотор, удочки, снасти, эти все блесны, такая сумма хорошего идет. Но для них это религия. Там специальное место гаражей или где-нибудь в подвале или дома там целый сектор удочки висят, они такие чистые, стерильные все. Не дай Бог грязными руками прикоснешься к ней. Там эти снасти все чистится, там спиртом протираются. И человек едет, у них свои поверья, вот они в какое-то время должны выехать, там перекреститься в нужную сторону, плюнуть через колено куда-нибудь, чтобы клев был. Ловись рыбка большая и маленькая. Понимаете? Приезжают, хвалятся, фотографируют, в Инстаграм выставляют, там целые клубы, сообщества у них. Они такие суеверные, они такие безбашенные эти рыбаки, такие счастливые, когда они поймали щуку на 20 килограммов. Это их святилище, это их ценности. Ради этого они тратят деньги, время и получают удовольствие. На самом деле получают удовольствие. Хотя по мне ценность как бы так себе. Или вот ребята в Испании, в Сарагосе устраивают томатные вечеринки раз в году. Собирается человек по 20, по 30 тысяч, тащат томаты, помидоры и просто потом друг друга обкидывают. Да, просто кидают друг друга помидорами. Вот чем поинтереснее кинуть, тем лучше. Когда все это заканчивается на земле, на дороге, на улице, остается вот такой слой томатов жидких. Все стены, все, все люди, все. Несколько сотен, несколько десятков тысяч, извините. Ради чего, спросите меня? Просто так. Никакой сакральной цели, никакого высшего смысла, никакого психологического значения. Просто так. Ради удовольствия. И самое интересное, что они свое удовольствие получают. Свой релакс они ловят. Вот это для них ценно. Они приезжают с других стран, прилетают даже с других континентов, чтобы помидорами покидаться. По мне, ценность так себе. Так себе. Но люди, приложив к этому руку и деньги, создав эту ценность, фальшивую, но создав ее, они действительно получают откат. они получают от этой созданной ценности удовольствие. Когда одному владельцу москвича 408, у меня уже была уже девятка, я позволю себе сказать, что москвич 408 это вообще не машина. Он у меня чуть глаз не высосал. потому что он так ее ремонтировал в гараже, шлифовал, ухаживал, он столько потратил средств, столько энергии на этот автомобиль, что она стала для него ценным. И я посмел на эту святыню позариться. Так вот, мой вопрос ко мне и к вам заключается в следующем. Дорогие друзья, а что делаем ценным мы? Да, есть вещи, которые Бог назвал ценными, мы их признали все такими, признали, а на самом ли деле деятельно, активно мы к ним относимся как ценности, мы формируем их как ценности. На самом ли деле это так? Человек не может жить без ценностей, так устроена его психология. Если он не верит в ценности абсолютные, религиозные, он будет придумывать новые, он будет томатами кидаться, на рыбалку ездить, машины свои шлифовать будет, потом будет кондратьей хватать, когда там у машины царапина появилась, он будет создавать эти ценности фальшивые, дешевые, ненастоящие, неподлинные, мирские, он будет ради них жить и ради эти ценности и умирать ради них, он будет, иногда причем будет получать даже удовольствие, но наша задача христиан взять то, что из Божьей руки и это сделать ценным для нас, так сделали ли мы это ценным? Сделали ли мы ценным, богопознание, библейское знание, библейское откровение, а в книге притчи написано, собирай мудрость как сокровище, как золото собирай мудрость, я упоминал про индустрию золота добычи, слово Божье говорит, вот так знания приобретайте, вот так нужно учиться богословию, вот так нужно относиться к Библии, вот так нужно ее читать, штудировать, изучать, исследовать, вот так, для этого жизнь нужно тратить. Православные, католические монахи тратили для этого жизнь. Монастыри для этого и уходили. И нередко эти монастыри становились центрами просвещения, распространения знаний. Они переписывали Слово Божье. Они распространяли его. Они формулировали какие-то доктрины новые. Они делали это ради Христа и Иисуса. Молитвенная жизнь, наши дорогие друзья. Насколько мы ценим нашу молитву на словах и насколько в реальности мы сделали это время уникальным, ценным. Сколько усилий, стараний, средств, времени мы приложили. Стало ли это сокровищем для нас? Связано ли мое сердце с этим состоянием? Связано ли мое сердце с моей церковью, с моей церковной жизнью? Мы живем во время расструктуривания церквей. Во время расцерковления. Понимаете значение этого слова? Степень увлечения отдельными христианами церковной жизнью, церковным миром, всем церковным снижается. Появляется целый класс верующих людей, которые причисляют себя сразу к поместной церкви, сразу же. Ой, к вселенской. Все. Мы члены вселенской церкви. В интернете смотрим одного проповедника, другого, книги читаем третьего, на собрания едем, какие хотим, каждое воскресенье новая церковь. Очень интересно, увлекательно. Допускаю, что да. Допускаю, что да. Но никаких конкретных социальных связей в церкви, никакой ответственности, никакого труда для Бога такой человек не выполняет. Член вселенской церкви. И похоже, это становится больше и больше. И люди перестают ценить поместные собрания, поместную церковь, труд, который выполняет поместная церковь. Знаете почему? Потому что они не прикладывают стараний никаких, палец о палец не пошевелят, чтобы своей поместной церкви в конкретном деле помочь. И в очередной раз, когда они смотрят ее в интернете, свое собрание, или так, зашли в 12 часам уже в зал, в очередной раз они думают, ну а что тут серьезного, интересного, ну что тут, кто тут. Ну вот в интернете посмотрим там заморского проповедника, и то будет как-то назидательнее. И не ценят. Это страшное явление. Это духовная катастрофа, дорогие друзья. Но у меня есть рецепт, что нужно сделать, чтобы оценить. Расскажу. Очень просто. Приходишь на час раньше, неважно, какая должность, какой доход, какой социальный статус, насколько дорогие ботинки из итальянского магазина, это неважно. Приходишь на час раньше, берешь что-нибудь, стулья таскаешь, метелку, снег убрал, не знаю, людей поприветствовал тут, звук настроил. К 11 часам ты так будешь ценить свою церковь? Ты так захочешь, чтобы Дух Святой сошел на собрание. Потому что руку приложил. Это как те фотографии, понимаешь, легко достались, легко выкидываем из телефона. А когда три дня сидел, проявлял, фиксировал, руки себе сжег, это, зрение испортил. Ради этой фотографии не получилось еще что-то. И потом одна такая, обгоревшая, как бы, осталась. И все, и ты ее на стенку вешаешь. Лучшее произведение искусства. Так и здесь. Сделай свою церковь твоим личным произведением искусства. Сделай ее твоей личной ценностью. Социальную работу. Поучаствуй в ней. Сделай ее своей личной ценностью. Вы знаете, кто больше всех любит поклоняться в церкви? Петь. Знаете, кто? Музыканты. Это не потому, что они сами себя слушают. Нет. Это потому, что они приходят в собрание раньше всех. Раньше всех. Потому что в воскресенье все хотят отдохнуть, подольше поспать. Они не могут себе этого позволить. И они здесь, на час, на полтора раньше. Они среди недели встречаются, репетируют. И для них время поклонения, оно живое, оно ценное. В советское время у консервативных пятидесятников была такая традиция. Они готовились к воскресным собраниям. В субботу. В субботу они не занимались разными мирскими вещами. В субботу готовили одежду. В субботу семью готовили. Все должно быть заранее готово. Молитву совершали вечером за собрание. Перед причастием определенные ограничения накладывались на личную жизнь супругов. Перед причастием не дозволялось, чтобы чистыми подойти к причастию. Ну, вот такие были убеждения. Приходили в собрание всегда раньше. В таких церквях уже за полчаса обычно были занятые места. Люди сидят и тихонечко молятся. Сидят и как бы уже поют. Уже тихонечко какое-то духовное действие. Собрание еще официально не началось. А уже такая молитвенная атмосфера в собрании. Вот так они делали собрание цендами. И Бог их благословлял. И мы с вами их наследие, дорогие друзья. Нам нужно понять. Даром дается только спасение. Ради другого всего нужно копать. Нужно трудиться. Нужно жизнь положить, чтобы собрать истинное сокровище. Мы не имеем права обесценить то, что Христос назвал ценным. Ради чего Он жил? Ради чего Он с уничтожниками ходил по пустыням и по городам иудейским? Ради чего Он взошел на крест? Мы не имеем права признать это бесценным, легким. Это не товар. Это не услуги. Здесь не годится философия общества потребления. Церковь с такой философией не выдержит. Она не войдет в Божью победу. Она не принесет плод, дорогие друзья. Она не достигнет счастья во Христе Иисусе. Церкви надо потрудиться в нашем обществе. Хорошо потрудиться. То же самое в семье. В семье. Христианский мир меняется. И в России тоже. К сожалению, с содроганием. Мы должны признать, что бывают разводы. Меняют жен, братья. Пожил с одной, потом смотришь, старая стала. Не такая. И делает апгрейд. Помоложе берет. Господь не против, Он же меня любит. И не ценит ее. Первую. Почему? Почему такое бывает? Отношения становятся холодными. Мужья и жены. Жены вдруг начинают понимать, что большой выбор вокруг еще. Столько людей. Зачем зацикливаться на одной? Или на одном? Когда есть варианты. Не ценишь жену? На других смотришь. На других смотришь. Там ресницы длиннее. Ноги худее. Может быть. Что-то там в внутреннем мире разглядел. Может быть. И тут есть рецепт. Дорогой. Потрать на свою жену. Тысяча сто рублей хотя бы. К массажисту. Фитнес-зал купи ей абонемент на год. Процедуры какие-нибудь приобрети. Кремов нормальных напокупай. Отдохнуть ей дай уже. От тарелок. От стиральной машины. От всего такого. Повкладывайся в жену. Слушай. Ведь меня надо будет других ценить. Своя будет вот такая. Во имя Иисуса. С детьми та же самая история, дорогие друзья. Родил ребенка. С букетом встретил жену в роддоме. Потом очнулся, когда ребенок университет заканчивает. А в промежутке это... Да работал просто. Зарабатывал, обеспечивал. Ну на рыбалку иногда еще гонял. Ну а что, с друзьями можно? Верующим людям выпивать нельзя. Хоть на рыбалку тогда. Я не против рыбалки. Я сам мечтаю съездить. Вот и ребенок повзрослел. И потом смотришь, ребенок как-то к тебе не испытывает особых чувств начерних. Как будто чужой человек. На улицу с тобой стесняется выйти. На свои посиделки не зовет молодежные. Как бы на день рождения даже уже не зовет на свое. Ты думаешь, а как так вышло, что мы чужие? А потому что вопрос, что ты для него сделал? Ну помимо денег. Помимо того, что разделяли жилплощадь в квартире. А что? А душу? А сердце? Приложил? А сколько времени? А сколько ты себя отдал для него? Чтобы он не был чужим? Вообще, он был ценным, важным. Он был в центре внимания. Он получил вот ту дозу родительской любви, которая для него предназначена или нет. Если нет, не нужно плакать, когда ты понял, что семья для него не ценная. Это мы так устроили свою семейную жизнь. Мы сами. Мы сами. Нам нужно вот здесь понять, дорогие друзья, что такое собрать сокровища для небес. Это не легкая прогулка по жизни. Это не такая увлекательная, а развлекательная церковная жизнь. Здесь присутствует место труда. Труда. Мартин Лютер творил свою реформацию в поте лица. Переводы, труды богословские писал. Гонением разным сопротивлялся. Другие поколения реформаторов, которые в Европе проповедовали Евангелие, которые ехали на другие континенты, они действительно ради этого отдавали жизнь. Ради этого. В Китае ехали, билет в один конец покупали. Оставались там. В Африке ехали, потом оставались на африканской земле. Хранили их там. Жизнь для этого положили. Мы верим в определенные ценности. Но нам нужно сделать их такими на самом деле. Приложив все старания. Если я верю, что молитва это важно, тогда не телевидение, не увеселительные Екатеринбургские учреждения, клубы, молитвенная жизнь в церкви, молитвенные собрания, молитвенные конференции, личная молитвенная жизнь, это должно быть реально на первом месте. Тогда молитва будет приносить удовольствие и благословение. Тогда наши собрания преобразятся, окрасятся. Мы придем на них как на праздник. И мы почувствуем, что поднялись на вершину Божьей славы и на горе преображения, где Христос становится перед нами другим. Братья и сестры, нам нужно оценить, переоценить содержание христианства и отнестись к нему иначе. Тогда христианство засияет новыми красками. Тогда вместе с Давидом мы сможем повторить. Да, я хочу только одного, пребывать в Доме Божьем и созерцать красоту Его. Это радует мое сердце. Это делает меня счастливым. Это жизнь мою делает наполненной смысла, света и благословения. И у нас все возможности для этого есть. Я приглашаю вас к молитве, дорогие друзья. Встаньте, пожалуйста. Помолитесь о себе. Помолитесь о своей жизни. И если есть где-то вот дисбаланс, какой-то изъян нужно пролечить. Вы понимаете, что мы лицемерим чуть-чуть, называя что-то ценным, но не прикладывая усилий, чтобы постараться в этой области. Давайте это поменяем. Давайте церковь свою, семью свою, служение свое, христианство свое сделаем ценным натурально. Боже, мы стоим при Тобой и благодарим Тебя. За Голгофский крест, за высшую цену, уплаченную Тобой. Ты назвал человека ценным, ты ради человечества пришел в этот мир. И ты заплатил не просто цену скота или денег или золота, но ты отдал самого себя в жертву, на Голгофу, на крест. Чтобы люди жили, чтобы люди оправдались, чтобы люди могли верить, могли познавать. Чтобы от скотского образа жизни, от такого мирского мышления люди поднимались к божественным откровениям, чтобы познавали Тебя. Господь, благодарим Тебя за этот шанс, за эту возможность. Сегодня я молюсь только об одном – во имя Иисуса Христа. Дай нам уподобиться Тебе. Дай воспринять эту психологию ценностей, Господи. Дай вещи и явления в нашей жизни мерить не только деньгами, не только материальным, но дай нам понять вот эту психологическую шкалу ценностей. Дай нам осознать, что ценные мы делаем ценными сами. Боже, благослови совменное христианство. Церкви нашу благослови, каждого из нас благослови. Пусть наша жизнь не будет двойственной, жизнью двойных стандартов. Пусть христианство наше не превратится в общество потребления. Избавь нас от неверной психологии, от неверного мышления, Боже. Да, мы подспутно убеждены, мы хотим достигать результатов быстро. Мы хотим получать их, не уплачивая высокую цену. Мы хотим дешевых достижений и результатов, Боже. Исцели наше мышление от этой ошибки, от этой иллюзии. Господи, сегодня мы молимся Тими и просим, умудри нас. Умудри нас, наставь нас. Дай нам силу и благодать. То, что мы почитаем ценным, сделать ценным в реале. Дай нам перестроить наш календарь. Дай пересмотреть финансовые расходы. Дай пересмотреть наши взаимоотношения с людьми и с семьей. Пусть истинные цены поднимутся и будут возвышены в Твоей церкви. Пусть истинные ценности будут возвышены в Твоем народе. Пусть понизятся, падут, рухнут лживые ценности. Ложные жертвенники. Жертвенники чуждым богам. Жертвенники мирским ценностям. Пусть возвысится истина. Пусть возвысится справедливость. Пусть возвысится духовное в Церкви Твоей. Господь. Пусть возвысится молитва. Пусть возвысится Слово Твое. Пусть умолкнут мирские источники вещания. Пусть к нам снова говорит Библия. Господь. Благослови нас. Благослови нас. Благослови нас. В тот день, когда закончится земная жизнь каждого из нас. Когда, оглядываясь на пройденный путь и с другой стороны, взирая в небо, мы переступим порог и войдем в вечность. Пусть наши сокровища и ценности, которым привязаны наши сердца, совпадут с Твоими, Господи. Для этого благослови нас сейчас. Пусть этот день станет днем изменений. Пусть этот день станет днем переоценки. Пока мы можем менять обстоятельства своей жизни, позволь нам сделать это, Господь. Твое же имя да будет благословенно во веки веков. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!